Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. В студии работает Сергей Григорьев прямо сейчас о главных событиях этого дня. До каких пор будете унижать николаевцев и ставить их на колени? Жители Николаевки продолжают борьбу с действием закона о комплексном развитии территорий. Новые заявления красноярцев в адрес властей. Как говорится, до последнего клиента так работаем. Подготовка к зиме у красноярцев идет полным ходом. На вешалках пуховики, на шиномонтажке очередь. Прогноз погоды на неделю. Красноярск на шаг ближе к газификации? Краевые власти подписали с Газпромом дорожную карту. В какие сроки начнут подключать дома? Лошади просто все истощенные, что никто их не кормит. Нечеловеческие условия. Красноярцы жалуются на конный клуб, где животных плохо содержат. С проверкой на месте побывала Арианна Темпелина. В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на 86-летнюю пенсионерку на красноярском рабочем. Полицейские опубликовали видео. На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру к подозреваемому, валят его на пол. Мужчина говорит, не понимает, за что его задерживают. Мужчину доставили в отдел полиции для допроса. Известно, что он ранее уже был судим за имущественные преступления. Квартира, где его задержали, арендованная. В помещении нашли наркотические вещества, уточняют в Следственном комитете. Со слов подозреваемого, в момент нападения на женщину он был пьян и не давал отчет своим действиям. Напомню, все произошло 10 октября. Пенсионерка сделала замечание прохожему за то, что он поджег мусор в баке и пошла в сторону магазина. Мужчина последовал за ней с предметом, похожим на нож. Повалил ее на асфальт и ударил ногой по рукам и голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Хозяйственная постройка сгорела сегодня в Николаевке. Никто не пострадал. Все случилось утром около 9 часов на улице Советской. Хозяина сарая в доме не было. Он уехал вместе с женой в больницу. Пожар заметила соседка в доме напротив. По словам женщины, сарай загорелся с задней стороны. Пожар быстро распространился по постройке. Возгорание ликвидировали только спустя 2 часа. Как рассказывает сам хозяин Хабиб Исланов, там были инструменты, запчасти и колеса для автомобиля. Ничего, что могло бы самостоятельно воспламениться, в кладовой не хранилось. Сейчас мужчина судится с администрацией города за компенсации. По его словам, застройщик предлагает сумму, на которую невозможно купить квартиру. У жителя Николаевки было уже два судебных заседания. Третье состоится 24 октября. Поэтому хозяин сгоревшего сарая считает, что это был поджог. Причина в том, чтобы максимально не доплатить, не заплатить. Или оценить сильно низко. Сказать, что у него есть, ничего нет. Вот сейчас сгорел, кому я пойду доказывать, что это говорит. То есть вы думаете специально, да? Конечно, специально. В МЧС также говорят, предварительная причина пожара – поджог. Дело передали в полицию. Сотрудники МВД уже начали проверку. Продолжение темы. Жители Николаевки вышли на общий сбор против КРТ – комплексного развития территории. На очередную встречу пришли больше сотни человек. Поводом стало интервью Владислава Логинова в начале октября. Что не понравилось красноярцам в словах главы города и с каким обращением выступили горожане? Смотрите в репортаже Екатерины Черных. До каких пор будете унижать николаевцев и ставить их на колени? Суббота, 12 часов дня. На одной из улиц Николаевки проходит встреча недовольных жителей. Красноярцы выражают протест против КРТ. Это уже не первое собрание николаевцев. Но в этот раз поводом послужили заявления мэра Владислава Логинова. 3 октября глава города дал интервью телеканалу «Вести Красноярск». На вопрос о комплексном развитии территории мэр, как считают жители, соврал, чем и обидел николаевцев. «Сегодня 342 соглашения подписано. Давайте немножко сравним. 1 к 20. Ну и вот такая дюжина, полдюжины, которые на сегодняшний момент говорят о том, что КРТ – это плохо. В любом случае администрации города Красноярска и лично я буду стоять на стороне жителей, те, кто объективно понимает картину, те, кто действительно имеют проблемы, а не те, кто сегодня пытаются сделать из этого политическое событие». Правда, на улицы вышли вовсе не полдюжины недовольных. Больше сотни человек. И все они в один голос говорят «хотим справедливости». Обидели жители Николаевки и заявление мэра о выплатах. Сейчас, по словам Логинова, средняя стоимость квадратного метра в микрорайоне составляет больше 100 тысяч. По словам жителей, сумму, заявленную мэром, никому из них не предлагали. А компенсация за снос жилья и есть. Главная проблема КРТ. «Почему вводите горожан в заблуждение, тем самым унижая николаевцев и представляя нас вымогателями и шантажистами? Кто вам дал на это право? Хорошо. Значит, мы обязаны вам верить. И ваше слово – закон. 140 тысяч за квадратный метр. Предоставьте нам такие оценочные суммы. Мы согласимся». «Первая эмоция была, конечно, недоумение. Вторая, наверное, все-таки какой-то гнев. Потому что было столько сказано неправды, что просто это обескураживает. Мы пришли и собрались сегодня для того, чтобы как-то достучаться наконец-то до нашей власти, чтобы на нас обратили внимание, потому что нерешенных вопросов на самом деле очень много». Поддерживают жители и представители СИП «Красполимера». Компания также попала под проект комплексного развития территории. Правда, в Покровке. Поэтому совместно с николаевцами пытаются достучаться до главы города. «Я периодично присылаю Владиславу Анатольевичу в заказной почте письма по КРТ, чтобы он ознакомился. Понимаю, что это ничего не поменяет в его мировоззрении. Ну, по крайней мере, он не скажет, как в предыдущий раз он говорил. А я не в курсе». В этот раз обращение жителей до мэра все же дошло. Об этом нам сообщили в пресс-службе главы города. Владислав Анатольевич в курсе обращения жителей Николаевки и сегодня на утреннем аппаратном совещании поручил департаменту градостроительства совместно с инвестором отработать индивидуально с каждым обратившимся. В департаменте градостроительства тем временем говорят, ситуация у каждого жителя индивидуальна. Сейчас в Николаевке действует рабочая группа. Ее задача, по словам администрации, найти решение и компромисс вместе с красноярцами. Однако пока, как говорят сами николаевцы, диалога не получается. К мэру на прием попасть невозможно. Поэтому заявляют о себе жители Николаевки пока только через камеру. КРТ шагает по стране. КРТ шагает по Красноярску. Не дайте себя застать врасплох, как получилось это с нами, с жителями Николаевки. Жители Красноярска, вы можете быть следующими. Екатерина Черных, Илья Сергеенко, новости ТВК. Депутат городского совета Красноярска Роман Крастилев уходит в отставку. Информацию об этом он подтвердил ТВК. По словам политика, решение прекратить свои полномочия досрочно связано с работой в Москве. Сейчас Крастилев – координатор столичного отделения ЛДПР. Депутат говорит, что невозможно совмещать две должности в разных городах. Однако, утверждает Крастилев, работа с жителями микрорайонов Солнечный и Северный не пропадет. Его мандат от ЛДПР перейдет к следующему члену партии по списку. Находиться столько, сколько это необходимо муниципальному депутату Красноярска я физически не могу. Это будет либо вовне теки места работы, либо депутатской деятельности, как сейчас происходит. Равно, как и внимание участия во всех заседаниях и комиссиях, в которых я числюсь в городском совете, также физической возможности нет. Поэтому было такое принято настое, в общем-то, для меня решение. За мной по территориальной культуре будет депутат, который будет представлять также Солнечный, Северный, общегонный Красноярск в городском совете. Надеюсь, также эффективно, может быть, эффективней, чем я. Продолжение следует... Также политик участвовал в выборах депутатов Мосгордумы. Красноярск привыкает к ночным минусовым температурам, а водители спешат переобуть свои автомобили, чтобы не рисковать, ведь на дорогах, возможно, гололедится. Что происходит на шиномонтажках и какая погода нас ждет на этой неделе, знает Ирина Дианова. Бывает даже позже заканчиваем, и в 3 утра, и в 4 утра, как бы, то есть остаются люди, как говорится, до последнего клиента, так работаем. И таких клиентов в день несколько десятков, рассказывает владелец шиномонтажки Роман. Говорит, если обычно принимает около пяти машин за смену, то с приходом первых холодов даже минутку на отдых найти сложно. В сервис приезжает до 50 машин, на каждую минимум 30 минут. Вот и приходится задерживаться на работе, чтобы все успеть. Машин 10 примерно, где-то буквально за несколько часов. То есть переобули пару штук, приехало еще, и как постоянно такое, очень много машин достаточно. Примерно в 8 часов утра уже записываются и стоят толпами часов до 10. Другим шиномонтажкам не легче. Очереди начинаются с утра и не заканчиваются до самого вечера. Из-за заморозков и мокрого снега жители города спешат переобуть свои автомобили. Работали в режиме нон-стопа, ну, насколько, конечно, могли ребята работать. Вот, то есть, ну, каждый день где-то до 12, до часу они ехали. Были очереди здесь по всей протяженности вот этой дороги. Ну, справлялись вроде бы как. Стоимость шиномонтажа по сравнению с прошлым годом в Красноярске увеличилась примерно на 200 рублей. Сейчас переобуть автомобиль стоит в среднем 2000. Вместе с услугой по замене резины подорожали и сами шины, по данным специалистов, на 5-15%. Ну, скажем так, примерно от 5000, и там уже в зависимости от бренда. То есть, китайские шины подешевле стоят, российские бренды средней ценовой категории, а такие шины, как, ну, там, скажем, Икохама, Пирелли, они там чуть подороже будут выходить. А какие самые популярные, вот за которыми приходят чаще всего? Ну, самые популярные шины – это Нордманы, компания Айкон Тайрс. Вот, Икохама также популярностью пользуются. И вот китайские шины, у нас это Капсен, одни из самых популярных китайских шин получаются. Эксперты не советуют ездить на одной резине больше четырех сезонов, а также предлагают хранить шины в темном помещении комнатной температуры, поскольку солнечные лучи плохо влияют на ее качество. А если вы еще не переобули свой автомобиль, специалисты рекомендуют сделать это сейчас. Ведь в Красноярске уже установился стабильный ночной минус, и по утрам, возможно, гололедится. Вот какая погода ждет нас на этой неделе. Осенние листья падают так же стремительно, как и температура воздуха в Красноярске. Сегодня днем она поднималась до 4 градусов, ночью опустится до 2. По данным Гидромедцентра, во вторник, 15 октября, днем ожидаем плюс 3, ночью минус 3. В среду температура воздуха поднимется до 5 градусов, но ночью вновь выпадет снег. В четверг ожидаем плюс 2 градуса, а ночь с четверга на пятницу будет самой холодной – минус 6. В пятницу, 18 октября, синоптики обещают плюс 3, а вот на теплые выходные надеяться не стоит. В субботу и воскресенье температура воздуха составит не больше 5 градусов, а в воскресенье и вовсе ожидаем небольшой дождь. Ирина Дианова, Владимир Антонов, новости ТВК. ТВК дарит фирменный зонд. Розыгрыш проходит во Вконтакте. Чтобы побороться за приз, нужно подписаться на группы ТВК и «Новое утро» и сделать репост публикации на свою страницу. Итоги подведем уже сегодня, но вы еще можете успеть принять участие. Результаты мы опубликуем в группе ТВК после эфира. Всем зрителям и подписчикам желаем удачи. Газпром и правительство Красноярского края подписали дорожную карту газификации региона. Какие сроки указаны в документе, расскажем после рекламы. Красноярцы пожаловались на конный клуб, где, по их мнению, лошадей довели до истощения. Начались проверки. Новости ТВК также побывали на месте. Эксперты определили лучшее время для отпуска в 2025 году. Сразу по нескольким параметрам. Подробности после рекламы. Губернатор края Михаил Котюков и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали дорожную карту газификации Красноярского края. Газифицировать Красноярск планируют до 2028 года. В правительстве края утверждают, «Газпром» проработал варианты автономной газификации с использованием сжиженного природного газа. Проект магистрального газопровода для подачи сетевого газа пока еще готовят. Ранее было известно, что газифицировать населенные пункты будут с помощью пропан-бутана. Это искусственно созданный газ. Природный, по словам экологов, более экологичный и безопасный. Сжиженный газ – это не качество газа. Сжиженный газ – это, в принципе, любой газ, можно провести его через систему сжижения. То есть он из газообразного становится более жидкий, и тогда с ним технические точки зрения проще работать. А вот какой газ сжижать – это большой вопрос. Природный газ, само сжижение природного газа просто даст возможность с ним более эффективно работать. Что сжиженный газ, что в разнообразном виде газ, он в любом случае прям порядком чище, чем грязный уголь. Сама дорожная карта по газификации состоит из нескольких этапов. Сначала создадут список потребителей сжиженного природного газа. Далее «Газпром» разработает проект строительства комплекса по производству, а также систему для приема, хранения и регазификации, то есть преобразования газа из жидкого состояния в газообразное. Тогда его можно будет подавать по трубопроводам. Еще один документ, который подписали губернатор края и глава «Газпрома» – это соглашение о развитии рынка газомоторного топлива. На него планируют перевести общественный транспорт. В своем телеграм-канале Михаил Котюков заявляет, что первые автобусы на этом виде топлива уже приобрели, но пока только для Ачинска. Для Красноярска подобный транспорт обещают закупить в конце этого года. «Помогите больным лошадям» С такой просьбой в редакцию ТВК обратилась неравнодушная Красноярка. По ее словам, в одном из конных клубов за животными не следят, не ухаживают, не кормят и не показывают ветеринарам. Что говорит на это хозяйка коней, выясняла Арианна Темпелина. Лошади просто все истощенные, что никто их не кормит. Переживаниями о выстощенных лошадях делится красноярка Елизавета. Девушка рассказывает, бывшая коллега прислала ей фото с прошлого места работы – конюшня в казачьей станице. Елизавета работала там 9 месяцев. По словам девушки, тогда благодаря ее уходу за лошадьми больше чем за полгода она смогла их откормить. Но работу пришлось оставить. Как отмечает девушка, не понравились условия и обязанности. Поэтому Елизавета ушла. 5 октября этого года мне прилетают фотографии, несколько фотографий. И до этого я узнала, что одна лошадь уже погибла. Что они поставили приивку, лошадь погибла. Но они поставили истощенные лошади, очень серьезную приивку. Собственно, на фоне этого она у них и погибла. Должным образом животные не питаются. Денеки у лошадей не чистятся. Они регулярно стоят в говне, в грязи. Извините, пожалуйста. То есть это все, конечно, очень ужасно. Посмотреть, в каких условиях живут лошади, съемочная группа ТВК решила самостоятельно. Мы договорились с хозяйкой лошадей Варвары о встрече и приехали в станицу. Женщина не стала скрывать животных, показала их и рассказала, чем они питаются. Корма на любой вкус и цвет. Там же я даю комбикорма для лошадей, которые гравированы. Кукурузу, ячмень. Варится вот такая вот водя на один раз, на пять голов. Ячмень, то есть у него в бочке хранится. Я его насыпаю, заливаю водой и ставлю на ночь париться. Ночью, получается, утром я его снимаю, добавляю комбикорм уже туда, чтобы она бухает и уже по ним раздаю. А сколько раз в день? Вообще раз в день. А так все они сено, да, все это время? Все остальное время сено, вода. У них же основное питание – это идет сено. Всего у Варвары пять лошадей, два пони и три взрослых коня. Одному из которых 24 года. Рыжего, так зовут старичка, било током. Животное, как говорит хозяйка, проблемное, поэтому и выглядит худым. У меня девки, кто с ними мил, кто кормил его в свое время, они говорят, мы знаем, что он моментально сдуваться умеет и очень долго набирает. Я говорю, да, у него есть это бритвичка. Жара, какие-то вот прививки бывают, еще что-то. То есть что-то, какой-то фактор, он может резко хоп скинуть и потом набирает опять, взял какое-то время. Как рассказывает Варвара, фото, с которыми к нам в редакцию обратилась ее бывшая сотрудница Елизавета, сделал мужчина, которого хозяйка просила посмотреть за лошадьми, пока она была на работе. Варвара увидела записи с камер видеонаблюдения. Вот он, товарищ Адамана, который прыгает. Прям, видите, прыгает. Он прям прыгает, еще три курса. А вокруг у них тут. Они в Ливаде мне целый день гуляли. Я оставила на солнышке специально в доступе вода, все, то есть он там в ведрах стоит. Вы видели, как он вокруг них прыгает? То есть я его попросила, он просто в то время, когда я его попросила, он не поил и не кормил. Нормально как бы. Он думал помаленечку. Ну, грубо говоря, вот так вот сильно на большом угоня это не о чем. Он давал вот такой пучок на целый день. Варвара считает, что ее оклеветали и даже написала заявление в полицию. Но состояние лошадей и условия их содержания все же проверят специалисты. Неравнодушные красноярцы после публикации фото худых коней в соцсетях обратились в ветнадзор. В ведомстве ТВК сообщили, что приняли обращение 9 октября. Там организуют проверку. Ариана Тимпелина, Вячеслав Кебиков, Новости ТВК. Пенсионерку приговорили к 15 годам колонии за организацию убийства своей подруги, красноярской свахи Нины Кузьминой. Женщина хотела расправиться с ней, чтобы не отдавать долг в 200 тысяч рублей и обратилась к своему знакомому. За убийство Кузьминой она обещала простить ему долг в 600 тысяч. Мужчина согласился, познакомился со свахой и втерся к ней в доверие. Помогал ей по хозяйству, часто бывал в гостях. Первая попытка расправы оказалась неудачной. Подруга Кузьминой передала мужчине шприц с препаратом, чтобы он добавил лекарство в еду, но доза была не смертельной. После знакомый встретился с жертвой, напал на нее и избил до смерти ключом, трещоткой и отверткой. Затем по поручению подруги ограбил жилье погибшей, угнал автомобиль. Тело Кузьминой он вывез в лес в Иркутской области. Исполнителя убийства приговорили в мае этого года, к 13 годам колонии строгого режима. Подруга Нины Кузьминой будет отбывать срок в колонии общего режима. Также ее оштрафовали на 369 тысяч рублей. Свою вину пенсионерка не признала. Красноярская компания «Галактика» грозит штраф до 500 тысяч рублей за рекламу квартир в небоскребе «Призраки» на Затонской. Об этом сообщают в прокуратуре. По данным ведомства, компания обещает построить 36-этажный жилой небоскреб на месте промбазы, но разрешения на это у него нет. Участок для строительства жилых домов не предназначен. Пока данных о покупателях квартир в несуществующем доме нет, идет проверка. Но если окажется, что жилье действительно кому-то продали, заведут уголовное дело. Компании «Галактика» грозит административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе и привлечении людей к инвестированию в строительство незаконного объекта. Реклама небоскреба «Призрака» до сих пор размещена на сайте компании. Отмечу, 10 октября в Управление архитектуры поступила заявка на согласование облика будущего здания. Но не жилого комплекса, а апарт-отеля. Кто подал заявку и связан ли он с «Галактикой», в мэрии сегодня не разглашают. Специалисты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году, в какие месяцы лучше отдыхать и почему. Об этом они только в рубрике «Новости коротко». В Ачинске пенсионеру выплатят 65 тысяч рублей за навязанные фильтры для воды. Все произошло еще в ноябре 2022 года. В квартиру к пожилому мужчине пришли двое незнакомцев. Они представились сотрудниками водоканала и предложили ему установить фильтры для воды со скидкой в 50% как ветерану труда. Пенсионер подписал договор и заплатил почти 50 тысяч рублей. Он думал, что отказаться нельзя. Позже пенсионер обнаружил, что такие фильтры стоят намного дешевле в свободной продаже. Мужчина понял, что его обманули и начал звонить по указанному в договоре номеру. Но никто не отвечал. Два года пенсионер пытался расторгнуть договор и вернуть деньги. Он обратился в управление Роспотребнадзора. Ведомстве помогли составить иск и вступили в защиту прав Ачинца в суде. Мужчина выиграл суд. Теперь предприниматель обязан вернуть почти 66 тысяч рублей, включая возмещение морального вреда, штраф, стоимость обслуживания и разницу между ценой проданного фильтра и его стоимостью в свободной продаже. Жительница Красноярска отравилась мухомором. 22-летнюю девушку госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП. Она призналась, что употребляла мухомор в качестве снотворного средства. Это уже четвертый случай отравления ядовитым грибом в Красноярске за год. В Краевом Роспотребнадзоре напоминают, употребление мухоморов опасно для здоровья и может закончиться летальным исходом. В России ежегодно регистрируют около тысячи пострадавших от отравления грибами и около 30 случаев заканчиваются смертельно. При возникновении симптомов тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения и падения артериального давления необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Специалисты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году. В первую очередь стоит решить, что для вас важнее – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных. Если первое, то нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году больше рабочих дней будет в июле и октябре – 23 дня. Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре – 22 рабочих дня. А вот в январе их меньше всего – 17. Если же вы хотите сэкономить дни отпуска, то выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдыхать будете 15 календарных дней – с 29 декабря по 12 января. А потратите всего 2 дня отпуска. В правительстве прокомментировали предложение ввести налог на бездетность в России. Кажется, вопрос будут серьезно изучать. Экс-начальник регионального ФСБ, налоговой полиции и наркоконтроля, депутат Заксобрания Анатолий Самков. Знакомимся после рекламы в новом выпуске проекта «Дорогие мои земляки». В Кремле высказались о введении налога на бездетность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что детали предложения пока неизвестны, но идею надо изучить. Об этом сообщает РИА Новости. Песков напомнил, что подобная мера действовала в советское время и необходимо проанализировать тот опыт. Но, по словам Пескова, налог в СССР вряд ли имел воздействие на демографическую ситуацию. Напомним, с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он предложил отправлять деньги с налога на модернизацию детских домов в России. Однако глава Комитета по защите семьи Нина Астанина назвала возможный закон безнравственным. Позже о необходимости введения налога в 30-40 тысяч в федеральном эфире заявил экономист Алексей Зубец. По его мнению, платить налог должны и те, кто физически не может иметь детей из-за медицинских показаний. Что делать, если ребенок случайно разбил чужой телефон? Об этом и не только расскажет адвокат Бюро Хорошев и партнеры Виктория Лобанова. Здравствуйте, я Виктория Лобанова и это рубрика «Вопросы юристу». Ребенок 12 лет на перемене случайно задел телефон другого ребенка и он разбился. Родители требуют компенсацию. Должны ли мы платить? Детей до 14 лет называют малолетними. До этого возраста весь ущерб, причиненный детьми, возмещают родители. Это предусмотрено статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, этой же статьей предусмотрено, что в случае, если ребенок находился под надзором образовательной организации, то образовательная организация может нести ответственность за причиненный вред, если не докажет, что ущерб причинен не по их вине. Все-таки ребенок находился под их надзором. Ситуации могут сложиться разные, характер компенсации должен быть разумным и справедливым. Поэтому в данном случае стоит разобраться в ситуации индивидуально, обратитесь за консультацией к юристу. Но и также стоит отметить, что и после 14 лет, в случае, если у ребенка нет своих денежных средств, в случае причинения какого-либо ущерба иным гражданам, родители также несут за них ответственность. Есть ли прибавки за трудовой стаж? На доплаты к пенсии вправе рассчитывать россияне, которые работали во времена СССР и постсоветский период с 1991 по 2002 годы, не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, проживали и работали в условиях Крайнего Севера или приравненных к нему районах. Также граждане имеют право на надбавки и за нетрудоспособные периоды своей жизни. В случае, если они проходили военную службу по призыву в любых силовых структурах, если ухаживали за детьми до возраста полутора лет, либо ухаживали, например, за нетрудоспособными членами семьи. Обратитесь в социальный фонд, предоставьте документы-основания для получения таких надбавок. В случае, если вы не согласны будете с ответом, вы можете его обжаловать в административном и судебном порядке. Это была Виктория Лобанова. Свои вопросы юристу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и в WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. И в любых социальных сетях ТВК. Сегодня героем рубрики Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки» стал депутат законодательного собрания края, экс-начальник ФСБ по Красноярскому краю, экс-начальник управления Федеральной службы налоговой полиции и экс-начальник управления Федеральной службы по наркоконтролю Анатолий Самков. Это очень почетное звание. Раньше он назывался «Почетный сотрудник КГБ СССР». На все торжественные мероприятия Анатолий Самков надевает именно этот генеральский мундир – ФСБ. Один из имеющихся у него трех. Уникальный случай в нашей стране. У Самкова сразу три генеральских звания. Анатолий Петрович – генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант налоговой полиции и просто полиции. Это по итогам службы в наркоконтроле. Он возглавлял службу безопасности Красэнерго, Русала, теперь депутат законодательного собрания. Послужной список на несколько жизней. Но заслуженный отдых – это не для Самкова, привыкшего быть в эпицентре событий. Когда собеседники узнают возраст весьма активного депутата, обычно несказанно удивляются. Женщина смотрит на меня внимательно и говорит, «Ну, у нас тут ульгуты есть». «А вы пенсионер?» Внимательно на меня. Я говорю, да, ну да. «Ой, вас мужчин вообще не поймешь, какие вы». 78. Мне стыдно. У вас что ли, кодексы? Женщинам называть от возраста. Да ладно. И даже мужчинам иногда. А вот это моя золотая медаль. Это за что? Ну, школу закончил с золотой медалью. Среди множества наград особо дорога гражданская золотая медаль школы-интерната, которой Анатолий Петрович очень благодарен. Там Толя Самков оказался после того, как умер отец, а маме было тяжело одной поднимать пятерых детей. Потом политехи Анатолий Петрович стал дипломированным сварщиком. Так бы, может, и работал, если бы не армия. В детстве он зачитывался книгами про сыщиков и доблестных разведчиков. Это была, казалось, неосуществимая мечта. И когда в армию ему предложили поступить в школу ГГБ, он сразу согласился. Дальше оперативная работа, на которой все развивалось достаточно стремительно. В центральный аппарат ФСБ он попал в 1984 году. Меня вызывает начальник управления, сидит его помощник по кадрам, тогда уже зам по кадрам. Говорит, слушай, Анатолий Петрович, у тебя машина есть? Это был 1984 год. Я говорю, нет у меня машины. Так. А дача есть? Я говорю, нет у меня дачи. Ну, он смеясь, конечно, нет, обращается к заму Пагана и говорит, ну вот, настоящий кадровик. Так. Ничего нет. Ничего нет. Голыми руками меня не возьмешь. Удивил тот факт, что генерал Самков легко пригласил в гости и показал, как живет. Без всякой скрытности и гликокетства. Какие бы ведомства он ни возглавлял, на интервью и комментарии соглашался всегда легко, без кучи согласований. Анатолий Петрович, человек достаточно открытый. Хотя ему после 29 лет службы ФСБ, конечно, есть что скрывать. Есть категории секретов, не буду их называть, которые срока давности не имеют. А вы знаете такие секреты? Знаю, конечно. А если вы? Все руководители, я в том числе был допущен к сведениям особой важности. Есть секретные сведения, есть совершенно секретные сведения, есть особая важность. Меня удивляет, что у нас некоторые государственные деятели оказались за границей, а не носители секретов особой важности. И в том числе, может быть, не имеющих там гриф секретов, но очень деликатных, касающихся, например, политического руководства страны. Это для меня, у меня в голове такое не умещается. Уже заканчиваем учебу. А, нет, отставить. Отставить. Такая забавная привычка исправлять самого себя сохранилась с времен службы. Да и вообще, бывших ФСБ ведь не бывает. Анатолий Петрович говорит, может, среди гражданских достаточно легко вычислить своих. Я живу здесь, в управлении налоговой полиции рукой подать, в управлении ФСБ рукой подать. Но и законодательное собрание тоже самое. С удовольствием. В любой, в лютый мороз, всегда пешком. А вот, когда я прохожу мимо управления ФСБ, ну, там молодые люди. Кто-то мимо, кто-то в дверь, скажем. И до того, как они дошли до двери, я уже могу определить, что вот это точно сотрудники. Молодые. Это наградное оружие. Когда я уволился из ФСБ, я наградили кортиком. Имеющееся в наличии оружие, в том числе и минуя, слава богу, применять по назначению генералу не пришлось. ФСБ он возглавлял в 90-е, когда, как он шутит, у нас было две знаменитости в крае и оба Анатолия Петровича. Объявленная свобода для некоторых тогда ведь стала означать свободу криминала, бесконечные реформы и пертурбации в органах безопасности. ФСБ Ельцин тогда вообще хотел расформировать. Как говорит Самков, они часто работали со связанными руками. Некоторая оперативная информация, полученная тогда в ведомстве, доведена до логического завершения, то есть суда, спустя годы. О своей безопасности тоже забывать не давали. Информация была о, скажем, попытке покушения. Информация такая размытая. В таких случаях мы ставим в известность наше высшестоящее ведомство. Приезжали товарищи, мои коллеги, встречались с лидером тогда организованной группы, на которого указывали, что якобы он готовит это покушение. Он отрицал, все закончилось мирно. Конечно, она у всех любимая. Анечка ей два года и четыре месяца. Это ее брат Леша. Леша, динамовец, как я. Семья Анатолия Петровича – это супруга Наталья Владимировна. Боевая подруга, которая по классике, чтобы стать женой генерала, вышла замуж за капитана. Двое сыновей и четверо внуков. Никто из младшего поколения погонов не носит. Конкретные подробности каких-то своих геройств и заслуг хоть пытай, генерал-майор никогда не расскажет. Да и не надо. Ведь общий критерий оценки качества работы органов безопасности в любой стране, наверное, один. Если мы про них ничего не слышим и не видим, как они работают, значит, работают они хорошо. И можно спать спокойно. Наталья Кичина, Данил Мамонтов. Новости ТВК. На сегодня это все новости. Я лишь напомню телефон редакции 200-00-65. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. А также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин